Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире спортивная программа телекомпании ТВИН. Сегодня отмечается Всероссийский день хоккея. Отличный подарок к празднику сделал своим болельщиком Магнитогорский металлург, одержав девятую победу в последних десяти матчах. Впрочем, обо всем по порядку. Последний ноябрьский выезд команда начала в Челябинске поединком против трактора. Областное дерби было решено посвятить памяти легендарного тренера Валерия Константиновича Белоусова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У меня самые теплые воспоминания о Валерии Константиновича. Он как тренер, он великий российский специалист. У меня были с ним нормальные рабочие и человеческие отношения. Так только теплые слова в его адресе. Царственные бедствия. Многие хоккеисты говорят, что это счастье было поработать с таким тренером. По-твоему, это так? Согласен полностью. Глубокое уважение. Под его руководством не играл, но против него играл. Все время были очень интересные игры, все время были очень интересные команды. Он очень хороший человек и огромное дань уважения еще раз к нему. Уже на первой минуте Войтек Вольский открыл счет, заставив ошибиться Павла Француза. А на исходе стартового периода он же помог отличиться Сергею Мазякину. Еще одним героем 20-ти минутки стал галкипер магнитогорцев Василий Кошечкин. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так-то, если по-честному, то трактор поострее атакует, считай. Три голевых момента был просто у нас вратарь. Сейчас выручает. Ну, сейчас надо грамотно играть, тренерское задание выполнять. И будем ловить трактор на контратаках. С точки зрения турнирных раскладов между вами и трактором пропасть, вот насколько трактор является для вас сильным раздражителем на данный период времени? Здесь одно слово. Дерби, Челябинск. Все, больше чего говорить. Там можно магнитку обыграть и все, простят трактор. В дебюте второго периода чешский галкипер ошибся еще раз, не сумев справиться с броском Богдана Потехина. В середине заключительной трети матча свою первую шайбу за Металлург забросил защитник-новобранец Денис Осипов. Василий Кошечкин как никогда в этом сезоне заслужил сыграть сухой матч. Но гости все-таки сумели огорчить его, установив окончательный счет. 1-4. Денис Осипов Денис Осипов Некоторые вещи не устроили. Я думаю, что здорово сегодня Василий Кошечкин сыграл. В этом была разница. Мы ждали, что трактор побежит и очень активно будет играть, как и случилось. И Вася нас сегодня здорово выручил. Спустя два дня в Нижнекамске магнитогорцы дважды выходили вперед. Очередную шайбу забросил Войток-Вольский. Роскошную комбинацию в большинстве разыграли Сергей Мазякин, Денис Зарипов и Ян Коварш. Но нефтехимик оба раза сравнивал счет. Даже от неуступчивого соперника Металлург сумел только в овертайме. Вольский здорово сыграл за чужими воротами и помог Крису Ли забросить победную шайбу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Всего через три дня состоялся ответный матч. Стартовый период, несмотря на отсутствие голов, получился интересным. Он прошел с обоюдными шансами на успех, но чуть больше острых моментов создали все же хозяева. Однако там, где соперник предпочитал действовать без затей и идти напролом, магнитогорцы порой слишком увлекались красотой. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Вам как защитнику тяжело играть против такой тактики соперника вброс шайбы в зону, постоянный прессинг? Не, ну конечно, это тяжело, когда тебя постоянно поддавливают, давят, прессингуют. Выходит много сил, чтобы выйти из своей зоны. Но в таких моментах надо действовать попроще, побыстрее вывести в среднюю зону и там уже постараться войти в зону. Есть моменты, их мало, но они есть. Чего пока не хватает? Не знаю, у нас такие позиции есть, которых надо бросать, а мы стараемся найти какой-то пас, улучшить позицию. Надо побольше бросать и идти на добивание. Первой заброшенной шайбе пришлось ждать почти 38 минут. К этому моменту голкипер Нижнекамцев Александр Судницын успел отразить два с половиной десятка бросков. Но оказался бессилен перед мастерством Сергея Мазякина, который умело замкнул роскошную передачу Войта Ковольски. А всего через 100 секунд настоящий класс продемонстрировал Алексей Береглазов. Для защитника это был первый гол в чемпионате. Ян Коварш на экваторе заключительного периода ювелирным броском послал шайбу в притирку со штангой. Вскоре убойным выстрелом дубль оформил Мазякин. Яркую точку на последних минутах поставил Данис Зарипов. А Войтский записал на свой счет уже третий ассистентский балл за вечер. Магнитогорцам оставалось лишь помочь Илье Самсонову заработать второй сухарь в сезоне. И им это удалось. 5-0. Магнитогорцам Магнитогорцам ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я бы хотел отметить ребят, что они до конца именно выполнили игровое задание, когда был счет 0-0, не отступили ни на шаг от него, а продолжали работать в том направлении, в том игровом задании, которое им дали. Молодцы. Илья Петрович, очень непривычная ситуация, что молодому голкиперу в третий раз за четыре матча приходится уже выйти. То есть не было опасений, что немножко все-таки опыта не хватит, и мы еще поклывали вратарь? Ну, как вам сказать, знаете, опасения есть всегда. Но мы верим в двух наших вратарей. И естественно, что у нас Вася, основной вратарь, и Илья, молодой, очень-очень талантливый вратарь, поэтому мы верим в них. Металлург одержал девятую победу в последних десяти играх. Ближайший матч команда проведет уже в среду в Уфе против Салавата Юлаева. Прямую трансляцию встречи вы сможете увидеть в нашем эфире 2 декабря в 19.00. Не пропустите. В продолжение темы очередные домашние матчи провела наша молодежная дружина Стальные Лисы и сумела одержать две победы над командой Сарматы из Оренбурга. 4-1 и 5-3. Фрагменты первой встречи прямо сейчас. Фрагменты первой встречи 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 Она оценивает компьютер, оценивает техника, учитывается точность и учитывается сила. Челябинская область сегодня лидер в российском тэквондо, поэтому основная борьба за награды развернулась вновь между челябинцами и магнитогорцами. За каждый балл вместе со спортсменами здесь сражались их наставники, которые прямо по ходу спарринга разрабатывали тактику ведения боя. В этой дисциплине в разных возрастных группах магнитогорцы заработали 18 медалей, уступив таки своим конкурентам. Прикоснуться к чемпионам, наблюдая за соревнованиями детей. Такое сочетание удовольствия предложил на минувшей неделе горнолыжный центр Абзакова, традиционно первым в России открывший сезон турниром на призы фирмы «Атомик». Этот турнир уже третий год проводится в Абзакове и открывает спортивный сезон. В соревнованиях принимают участие дети в возрасте от 6 до 10 лет. Нынешние старты собрали небывалое количество участников – 77. Впечатляет и география спортсменов в Магнитогорской секции, Белорецк, Москва и Центральный регион. Тренеры и инструкторы центра «В один голос» заявляют о выросшем в разы мастерстве юных спортсменов. От этого сами по себе зрелищные спуски могли стать и поводом для посещения ГЛЦ и общения с олимпийскими и мировыми чемпионами. Ситуацию, когда в одно время и в одном месте собралось столько светил горнолыжного спорта, в Абзаково называют уникальной. Вряд ли это когда-то повторится. У нас на сегодняшний день в Абзаково тренируются все горнолыжные команды сборной России по горным лыжам. Это и команда А, Кубка мира, и команда Б, и команда С. И все команды по сноуборду. Они сейчас вот здесь находятся на сборах. Так что у магнитогорцев и гостей города есть возможность не только покататься на заснеженных склонах Абзаково, но и получить своеобразный мастер-класс от ведущих спортсменов. Ну сегодня у меня все. Наш следующий выпуск ровно через неделю. Будьте здоровы, живите активно. До встречи на спортивных аренах и в эфире телекомпании ТВИН. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok